В 50-е годы прошлого века большое распространение получили опасные виды спорта, так называемые экстремальные. И сегодня они переживают самый настоящий бум. Скалолазание, роупджампинг, бейсджампинг, триал. Список можно продолжать бесконечно. С одной стороны, спорт это, конечно же, хорошо, но иногда он выходит за грани разумного риска. Молодых людей в поисках острых ощущений часто можно увидеть на шпилях зданий, на крышах вагонов метро. И иногда, делая тот самый ненужный шаг, они не знают, что делают его в последний раз в жизни. Желая самоутвердиться или прославиться, молодые люди зачастую забывают о ценности и хрупкости жизни. Большую роль, конечно, в этом играют и СМИ, и интернет, и компьютерные игры. Сейчас образ смерти потерял свою трагичность. Люди массово гибнут, и ни у кого это не вызывает никаких эмоций. На фоне постоянных стрессов, которые подкидывает нам жизнь, смерть стала почти обычным явлением. Например, ради ролика в интернете или сиюминутной фотографии молодые люди готовы пойти на все и нередко расплачиваются за это жизнью. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, хотя в человеческой жизни нет цены, мы всегда поступаем так, как будто есть что-то более ценное. Так почему же в поисках острых ощущений молодые люди идут на неоправданный риск? Тема сегодняшней передачи – мифы и реалии. Экстрим. Разобраться в этих непростых вопросах нам сегодня помогут психотерапевт Юрий Рыльский, тренер по сноубордингу Алексей Хохлов и экстремал Елена Волкова. Итак, у меня первый вопрос к психологу. Скажите, пожалуйста, вот почему люди с такой необъясимой легкостью относятся к жизни? Почему идут на неоправданный риск? Вот есть люди, которые действительно находятся в экстремальных ситуациях, работают там или спортом занимаются. Таких людей достаточно много. У них есть какая-то определенная цель, понимаете, смысл какой-то, для чего они это делают. Чаще всего она понятна этим людям, они хорошо понимают, зачем это делать, готовятся к этим событиям в экстремальных ситуациях, тренируются и получают те результаты, на которые рассчитывают. А есть люди, которые плохо понимают или совсем не понимают, зачем они попадают в экстремальные ситуации. Мало того, они и не готовы в них быть, но тем не менее их туда тянет. Наверное, таких большинство, которые не отдают себе отчет. Действительно, люди, зарабатывающие деньги промышленным альпинизмом, они же учатся специально, у них там система, еще что-то. А люди, которые сами решили, вот я пойду и прыгну с моста, например, что им это движет? Экстремальная ситуация – это всегда определенный вызов для самого себя. Тут мотивов может быть много. Я же говорю, и они могут быть осознанными мотивами, как вызов, чтобы что-то преодолеть, чему-то научиться, что-то узнать или что-то исследовать. Проверить себя, например. Проверить себя – это один из мотивов проверить себя. Но еще бывают и такие полезные мотивы для других людей. Не просто себя проверить, а получить какие-то сведения новые о том, что это такое. Если мы возьмем с вами подростков, молодых людей, которые используют экстремальную ситуацию, иногда просто чтобы заявить о себе. Самоутвердиться. Что? Самоутвердиться. Может быть, самоутвердиться. А может быть, это связано с тем, понимаете, может быть, в его жизни вообще смысла нет. Он его не видит. Иногда бывает, что человек вообще не нужен никому. Вот он живет, и к нему такое отношение. Ну, что ты живешь, что не живешь. Может быть, тебя не замечают. А это возможность себя проявить, чтобы тебя заметил кто-то. Мотивы бывают самые разные. Свой смысл еще таким путем. Спасибо. В мотивах разобраться сложно, почему людей толкают на экстремальный спорт, жизненная ситуация или их сознание. Давайте подробнее об этом нам расскажет тренер Алексей Хохлов. С удовольствием расскажу. На мой взгляд, люди приходят в экстремальный вид спорта чаще всего именно в подростковом возрасте, потому что, во-первых, юношеский максимализм. То есть я все могу, я все хочу, я сейчас сделаю, мне это нравится и так далее. Ну, вот лично вы с чего начинали, как вы пришли в экстремальный спорт? Я лично совсем не экстремалом был. То есть, ну, я как бы не любил ни физкультуру, ничего такого вообще. То есть двигаться, подвижные виды спорта, это вообще далеко-далеко от меня было. И как-то раз, ну, первый раз хопнул адреналин просто на скорости. То есть скорость мне очень понравилась, прокатились очень быстренько, просто на машине. Потом раз потихонечку-потихонечку каток, еще что-нибудь, сноуборд появился. И как бы так втянул, втянул батут, прыжки с моста, как вы говорили. Да, все это на самом деле адреналинчик. Но вот есть как бы экстремальный вид спорта, да. Ну, наверное, для них не все годятся люди, не любой встречный прохожий, правильно, чтобы стать экстремалом? Вы понимаете, в чем дело? Проблема именно в том, что люди себя маленько по-другому представляют. То есть я пришел, я сразу же поехал, допустим, я сразу же прыгнул и так далее. На самом деле для того, чтобы все прошло удачно, нужны такие люди, как я вот. Это инструктор. То есть обязательно должен быть инструктор, обязательно должно быть снаряжение правильное, то есть грамотоподобранная защита. Большинство людей покупают себе сноуборд, ролики, еще что-нибудь, и даже не думают на коленки одевать. Им то ли стыдно, то ли еще что-то, ну, типа я не умею как-то, ну, как восприцательный знак, на машину наклеить. Да, вот. И еще есть один такой немаловажный пункт, это ОФП. То есть общая физическая подготовка в любом случае должна быть. Много ли времени уделяется вот именно общей физической подготовке, чтобы потом как-то сделать что-то экстремальное? Смотря каких результатов хотите достичь. Если действительно хороших, больших результатов, то в любом случае намного больше, чем самому виду спорта. То есть занятие экстримом... Спорта это уже выхлоп, выхлоп того, чем ты занимаешься. Это не просто сам экстрим, а еще серьезная к нему подготовка. Безусловно, то есть тренировки это именно 80% того, чему ты посвящаешь свое время. А то, что ты потом уже показываешь, это вот сама вершинка, которую совершенно никто не видит. Но как бы есть интернет, есть телевидение, есть еще что-нибудь. Что мы видим? Мы видим трюки. Трюк это замечательно, это здорово, это прям красиво, да. Но с реальностью, наверное, тоже сложные работы мало или нет. С реальностью, конечно, маленько туговато, потому что человек обычно приходит, опять же говорю, лет там в 12-14, когда страха еще совсем нету, а уже есть большие желания, большие амбиции. И поэтому повторить какое-либо сальто это на раз-два, к сожалению, не всегда получается. Спасибо. Спасибо. Сегодня в зале у нас воспитанники Тверских спортивных школ. Я думаю, они нам расскажут, сколько времени у них занимает тренировка и уже непосредственно само спортивное выступление. Меня зовут Никита. Я занимаюсь в школе борьбы Олимп дзюдо и универсальным боем. Также практикуем. Подготовка к соревнованиям занимает как минимум 80% всех вложенных своих сил и стараний. То есть это основной труд, да, получается? Ну, конечно. Спортсмен. Именно тренировки и подготовка? Да. Как и в других видах спорта, в экстриме тоже первую роль занимает подготовка, профессиональная подготовка спортсмена. Но все же большее внимание уделяется как раз самой опасности жизни. Есть несколько примеров, когда тверские спортсмены шли на неоправданный риск. Внимание на экраны. Многие из этих историй, показанных в интернете, оканчиваются трагично. Хочется спросить у самих экстремалов, что же ими движет? Кто эти люди, сознательно рискующие своими жизнями? Сегодня у нас в студии герой одного из прославленных в интернете роликов, много обсуждаемых, прыгнувший с линии электропередач в Конаково. Встречайте, Виталий Смирнов. Здравствуйте. Мы рады видеть вас в студии. Скажите, пожалуйста, с чего началось ваше увлечение? Как давно вы этим занимаетесь? Увлечение парашютным спортом у меня началось с 2007 года. 19 мая того года я сделал первый свой прыжок на базе аэродрома Змеева. Немножко попрыгав там, мне инструктора предложили пройти подготовку на спортсмена-парашютиста. Началась она на аэродроме в Кубинке и закончилась на аэродроме Барки, где я и прыгаю по сей день. То есть у вас такая серьезная подготовка? Ну, скажем так, спортсмен-парашютист выходного дня. Что значит выходного дня? Есть люди, которые занимаются этим профессионально, это инструктора, которые посвящают этому целые дни своей жизни, и в будни, и в выходные. А есть люди, для которых это просто хобби. Ну, для вас лично это хобби? Для меня это хобби, которое постепенно перерастает в какое-то профессиональное увлечение. Имеет профессиональную основу? Ну, да. А были ли у вас травмы? Травм у меня не было. Никаких несерьезных? Несерьезных, несерьезных. Вам везет? Или все-таки это серьезная подготовка? Я ответственно покажу ко всем этапам подготовки, как на земле, так в воздухе, к снаряжению, ко всему. А сейчас давайте посмотрим, как все это было. Я снимаю. Да. Вверх, Виталий, вверх. Не смотри. Прыгай выше проводов вон те. Дальник. Да, выше них. Давай, отлично, ты готов. Виталий, нам уже стало ясно, что есть профессиональная основа для вашего занятия экстремальным спортом. Прыжки с парашютом – это одно, но совсем другое дело прыжок с линии электропередач, который мы сейчас увидели. Что вас подтолкнул на этот поступок? На этот поступок меня сам парашютный спорт по себе подтолкнул. Ну, лично я считаю бейсджампинг какой-то ступенькой в развитии. Да, такой левый лап, да, другой уровень в парашютном спорте. На самом деле история этого прыжка, она началась около двух лет назад. Я уже с одним из опытных инструкторов по бейсджампингу лазил на одну из опор, но когда мы туда залезли, я понял, что я не готов. И тогда это все отложилось на неопределенный срок. Сейчас появилась возможность попробовать снова. И если все бы удалось, а все удалось, то обучение будет продолжаться. А какие эмоции сопровождали прыжок? Вот стоишь на вышке. О чем вы думали, да, перед тем, как шаг сделать? Был, конечно, страх, но это не тот страх, который мешает человеку и который из-за него не уверен сам в себе. Это был страх, который помог сосредоточиться, сконцентрироваться и сделать все правильно. Не приходилось себя преодолеть, что вот нет, я не прыгну или я прыгну? В первый раз вот именно как раз так и было, я не смог. А вот во второй раз я понял, что да, могу, да, хочу и да, я это сделал. Ну вот ваши родители, например, они в курсе же наверняка, чем вы занимаетесь, как они относятся к этому? Они в курсе, все знают, чем я занимаюсь, относятся, ну скажем так, с переживаниями, но с нормальными переживаниями. То есть когда я говорю, что я поехал на аэродром, например, да, давай, удачи, чтобы все хорошо, да. И успехов радуются тоже. Да, успехов и все такое, оттуда отзваниваюсь, и они нормально к этому относятся. То есть никто не пытался как-то отговорить вас этим заниматься? То есть это опасно, ты разобьешься? Нет, нет, нет. А есть еще другой момент, это демонстративность. Многие экстремалы хвастаются перед остальными, грубо говоря, своими достижениями. И вот пример тоже, видеозапись. Для чего делается видеозапись и для чего она публикуется? Ну скажу так, хвастаемся мы не только перед, наверное, всеми остальными людьми, перед всей публикой, которая вне экстрима. Ну и перед сами собой тоже, перед друзьями, которые занимаются тем же самым. И фотографии выкладываем, какие-то красивые, хорошие съемки, интересные. Это не только для всей общественности, сколько и для себя тоже, и для друзей. И в этом я не вижу ничего плохого. Я знаю ролик из социальных сетей, перекочевал уже на другие сайты, информационные агентства тверские. Какие-то отзывы лично вам поступали, негативные, может быть, или наоборот, с поддержкой ваших начинаний? Ну, от друзей, ото всех, конечно, лучшей поддержки. От всей остальной общественности, как негатив, так и какие-то хорошие, добрые слова. Чаще всего это лайк или в комментариях, боже, что делает этот человек? Наверное, скорее всего, вторую сторону склонимся. Ну, то есть, все-таки... Ну, людям все-таки немножко непонятно. Большая часть людей не очень понимает это. К сожалению, да. Спасибо. У нас в студии представительница прекрасного пола Елена, которую не останавливают опасности экстрима. Давайте теперь поговорим с ней. Скажите, пожалуйста, вот как давно у вас это увлечение? Здравствуйте. Я увлекаюсь экстремальными спортами достаточно недавно. Как и Алексей, я с детства была очень осторожным ребенком, попав в определенную среду друзей. Друзей, которые занимаются профессионально, то есть, они могли объяснить, как, что, зачем, как защитить себя. Я стала потихоньку привыкать, что то, что интересно, то, что можно экстремально попробовать, и это совсем достаточно безопасно. Если к этому подойти серьезно, если к этому подготовиться, если тебе определенные люди объяснят, как делать, зачем это делать, то есть, можно сделать жизнь яркой и достаточно безопасной. А что именно из экстремальных видов спорта пробовали? Ну, я много чем занималась. Я занимаюсь сноубордингом, я роупджампингом, сплавлялась на катамараны, батут тот же. Много что попробовала. А ваши родители что думают обо всех этих увлечениях? Отговаривают или говорят, что ты молодец? Мои родители отговаривают, но видно, что они гордятся чем-то, что какие-то успехи есть, какие-то достижения. Увлечения. Увлечения, и то, что человек хочет что-то достичь, и он к этому идет. Они знают, что их дочь смелая девушка. Да, да. А не уверена в вашей безопасности? Вы со страховкой работаете, когда это требуется? Конечно, я считаю, что самое главное – это страховка, самое главное – это жизнь и здоровье. И любой спорт должен быть с головой, потому что жизнь одна, и надо ко всему подходить. Но остается же та самая маленькая доля вероятности, что где-то что-то пойдет не так. Никогда не думали об этом? Я считаю, что стоит идти на риск, когда ты уверен, что у тебя стопроцентная гарантия. А своих детей? Вы бы отдали заниматься экстремальными видами спорта когда-то, впоследствии? Конечно. Я считаю, что с детства ребенок должен привыкать к спорту. И даже если это будет экстремальный спорт, и если у него будет хороший тренер, хорошие люди, хорошая компания, и он будет знать, как себя защитить, почему бы и нет? Мы увидели несколько видео, где прыжки, там еще что-то. В социальных сетях много фотографий разных. Вы не делаете фотографии, видео, не размещаете их в интернете? Делаю, размещаю. Я считаю, что каждое видео, фотография, она делается, скорее всего, для себя, потому что это как регистрирует свой успех. Ты сам гордишься собой. Ты достиг чего-то для себя. А то, что это оценивают люди, ну почему бы не показать? Ну что же, снова обратимся к психотерапевту Юрию Рыльскому. Что вы скажете по поводу мотивов, которые увлекли наших героев? Ну, герои нам рассказывают об этом. Все они осознанно совершают эти действия, хотят испытать себя, попробовать, как это все происходит, где их пределы, наверное, хотят узнать. Вы знаете, тут еще один момент. Я не знаю, герои, может быть, разделят со мной это ощущение или точку зрения. Когда они находятся в какой-то экстремальной ситуации, что-то делают, то они вынуждены быть максимально осознанными, сосредоточенными. В этот момент происходит то, что называют адреналином. Это очень интересная вещь. Может, к этому и стремятся. Вы знаете, в таких ситуациях уходит как бы вот все прошлое со всеми его там обидами и неприятностями. Ничего не помнишь, наверное, до этого. Становится неважно. Если нет, потому что не до этого. Потому что каждый следующий шаг нужно предпринимать вот ситуацию здесь и теперь. Иначе ты получишь какую-то неприятность или разобьешься, или еще что-то. И нет как бы размышления о возможном твоем будущем. Понимаете, человек находится в настоящем. И вот в этот момент он испытывает очень яркие ощущения, краски. Именно вот эта погоня за вот этим ощущением настоящего очень часто и заставляет людей возвращаться к каким-то поступкам, где они были бы на пределе своих возможностей. Это на самом деле так? Ну, знаете, да. Именно вот ощущение настоящей, живой. доза адреналина еще раз, еще раз, еще раз? Я думаю, что люди так к этому стремятся, потому что это действительно живость, да. Это вот ситуация, где ты живешь. Это и есть живость ощущения, живость восприятия, живость собственного тела. Вот ситуация зависимости это такая искусственная вещь, знаете, это когда человек создает иллюзию чего-то и в ней находится. Это и есть зависимость. Их очень много на самом деле. А когда ты живой вместе с природой, да, ты вот в стихиях в этих, ты летишь куда-то, или ты там, значит, преодолеваешь какое-то сопротивление ветра, еще что-то. Совершенно другое ощущение. Я думаю, об этих ощущениях нам лучше и красочнее расскажут герои, которые сами их неоднократно испытывали. Вы знаете, ощущения, конечно, потрясающие. Единственное, что каждый раз, когда ты испытываешь одно и то же, маленько как-то они становятся все мягче, 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 и поэтому, естественно, идет какое-то движение вперед, хочется других ощущений. В любом случае, когда ты начинаешь заниматься каким-либо экстремальным видом спорта, сначала идет изучение какое-то именно этого спорта, а потом ты добавляешь туда более сложные элементы. Туда входит акробатику, какие-то элементы из других видов спорта. То есть, начинаешь смешивать, начинаешь все улучшать, и ощущения меняются. И вот именно в этой погоне ты переключаешься на более сложные виды спорта. Если ты к ним действительно готов, то ты получаешь радость. Если не готов, ты получаешь травму. Поэтому самое главное это подготовка, конечно. Что касается тех, кто не готов, опять же, дети часто стремятся, ну, совсем молодые люди, подростки стремятся как-то экстремально провести свое время. Как быть в этой ситуации родителям? Спорт, он как бы для всех полезен. То есть, не надо делить на родителей, детей, девочек, мальчиков. То есть, вот Елена, она обожает просто прыгать с моста. Вот хлебом не корми, дай где-нибудь около электрички там с Тверецкого, да? Вот. То есть, на самом деле, это, ну, как спорт, это все-таки какое-то время препровождение. И если твои друзья занимаются тем же самым, твои родители занимаются, тем же самым, твои дети занимаются. У меня двое детей. То есть, младшая дочка три с половиной годика, она уже катается на сноуборде. Старший уже смело вообще осваивает достаточно, ну, большие спуски. Ставим маленькие трамплинчики пять с половиной лет ребенку. То есть, на самом деле, дети, родители, девочки, мальчики, занимайтесь все. Не надо ставить акцент именно на экстремальном спорте, надо ставить его именно на спорте. А спорт, это что такое профессиональное? К чему ты подходишь? Обдуманно, то есть, ты думаешь, зачем тебе это, как это, и что ты с этого получишь? Если ты получаешь счастье, то да, если ты получаешь травму, то зачем это надо? Я бы хотел добавить, да, немножко. Я вот согласен с тем, что, понимаете, детей чему-то учат в этой жизни взрослые. Ну, либо они их учат чему-то, либо дети сами чему-то учатся. И, конечно, если вы хотели бы научить ребенка каким-то вещам, то надо вместе с ним это делать. Учитывая, конечно, особенности детской психики и возраста ребенка, нельзя ему давать делать то, что он не в состоянии сегодня сделать в силу своего возраста или вот неумения это делать. Да, но если родители включаются в совместную какую-то деятельность, то они учат детей этому. И просто разговаривать на эту тему с ребенком, говорить его, останавливать там, предотвращать там какие-то действия, этого, наверное, недостаточно. Потому что, знаете, исследования проводились примерно 50 там процентов времени и больше у родителей в общении с ребенком уходит как раз на мораль и на то, чтобы рассказать ему, как надо правильно себя вести. Занятие экстримом чаще всего является проявлением аутоагрессии. Есть такое мнение. Активности, направленной на причинение себе какого-то физического или психического вреда. Проверка на прочность. Как избавиться от этой внутренней агрессии, чтобы не вредить ни себе, ни окружающим? Я хотел бы ваше внимание обратить на семью. Все-таки дети учатся в основном внутри семьи чем-то. У них много энергии, у них есть желание попробовать свои возможности, территорию свою, на которой они живут, границы ее, насколько их терпеть будут или не будут терпеть. И вот взрослые в этом процессе участвуют или они механически присутствуют. Они могут показать ребенку, как бы ему справляться с собственной агрессией или с нетерпимостью. Или там с каким-то черно-белым миром, который у него там существует. Вот это вот должно быть так и все, как я хочу. Но этому как раз взрослые это и обучают. И это не уровень бесед на эту тему, это уровень как раз совместных действий, где будет какая-то совместная деятельность. А есть ли методики, которые могут постепенно адаптировать человека к занятию экстремальному виду спорта? Ну, конечно, есть. Вот нам тренер рассказывает, что они существуют. И хорошо бы, конечно, чтобы это дело происходило. Тут, понимаете, еще момент какой. Подросток не всегда отдает себе отчет сложности того, что происходит. И не всегда отдает себе отчет о том, что вот это вот занятие или какой-то трюк, который он хотел бы осуществить, только потому, что он красив и может привлечь к нему внимание. Что он может быть последним в его жизни. Вот этого нет понимания. Но в силу возраста, скажем так. Для этого и есть как раз взрослые родители и тренер, который будет подсказать. Мы же их чему-то учим. Спасибо. Мы выяснили, что в любом виде спорта, особенно экстремальным, очень важна подготовка и работа профессионального тренера со спортсменом. В нашей студии сегодня тренер высшей категории, мастер спорта по тяжелой атлетике и гиревому спорту Сергей Сергеевич Тимофеев. Скажите, что вы думаете насчет важности подготовки для спортсмена? Сколько времени она должна занимать? Здравствуйте. Так исторически сложилось, что я не только занимаюсь спортом, но занимаюсь еще и наукой. А наука у нас в современном спорте здорово нам помогает. Поэтому, если говорить о тренировках спортсменов, то вот мы, я работаю сейчас с настоящим ведущим специалистом физической культуры, Центр непрерывного образования Тверского государственного университета. А в данном случае с ребятами в спортивной школе Олимп помогаем по общей физической подготовке. 80-90% все на тренировке решается. Но, когда они выходят на татами, то эти 5 минут, которые нам приходится провести, они пролетают очень быстро. И нагрузка психологическая и физическая гораздо тяжелее, чем на тренировке. Поэтому, чем мы более грамотно тренируемся, тем больше будет результат у нас спортивный. В данном случае тут много факторов. Сердечно-сосудистая система, сам техническая подготовка, техническая подготовка. Но самое главное, когда сейчас говорили про экстремальный спорт или другой спорт, что движет этими ребятами? Они уходят, как говорится, с улицы, у них они встречаются по интересам, у них получается коллектив. И они готовы на любые физические нагрузки ради хорошего успеха. И мы, как тренеры, стараемся сделать все, чтобы у них успех был несомненный. А то, что они трудятся, ну, можем сказать, некоторые, когда на сборах и два раза в день на тренировках, и очень много. И я могу только сказать, что вот мне, извините, я два дня назад выступал на соревнованиях, сам лично поднимал гирю, а мне 68 лет. Я стал, выиграл кубок Москвы по гиревому спорту, выступал с юношей Кудряшовым из нашей спортивной школы Кудряшов. Ему 18 лет, он занял второе место. Я не хочу сказать, что у него-то все впереди, но и я не хочу угасать. То есть, мне 68 лет, я по функциональным возможностям на 48. То есть, спорт продлевает, и у них, у экстремалов, они, когда говоришь, как тренер, приходят родители, приводят в школу, и когда они спрашивают, или скажешь, про гиревой спорт, или про татами, как там все происходит, сразу у родителей возникает вопрос, сразу геморрой, грыжа, что-то еще такое. Конечно, родители об опасности всегда думают. А в данном-то случае задача тренера и мудрость тренера в том, что из крохи создать таких вот красивых ребят постепенно. Нагрузка должна быть планомерной, постепенной, от простого к сложному, непрерывной, многолетней. Мы пишем спортивные тренировки, они недельный цикл, месячный, годовой. А вот те ребята, которые у нас сейчас кое-какие результаты показали, они, у них уже на 4, на 5 лет расписаны тренировки. А с экстремальными видами спорта вы сталкивались? А с экстремальными видами спорта я же служил в армии. Если не спортивной подготовки нет, вот тебе и любой экстремал. Если ты бежишь... Вот он где экстрим, на самом деле. Да, очень экстрим. Там человек может, тренированный спортсмен, вообще может уникальные результаты показать. А не тренированный, тоже очень большие результаты. Потому что стресс, обстановка, вот психолог у нас сидит, большое значение. Но физическая подготовка. Я учился в Суворовском училище, в военном училище. Кое-какие конфликты прошел. И мне только спорт помог выжить. Первое очередное значение – это физическая подготовка. Конечно, физическая подготовка. И вот у них. Спасибо, Сергей Сергеевич. Спасибо. Сегодня мы вскрываем тайные печати с такого важного вопроса, как экстрим. Хочется узнать мнение аудитории. Что они думают по поводу экстремальных видов спорта? Является ли экстрим спортом для вас? Да, конечно, для нас экстрим является видом спорта. Ведь во время экстрима у человека в крови вырабатывается адреналин. И это как наркотик. И человек не может просто без этого жить. И поэтому весь смысл жизни его заключается в спорте. И вот ребята, которые сидели перед нами только что, они рассказали, чем они занимаются. И мне кажется, это их смысл жизни. И они планируют дальнейшую свою жизнь связать именно с этими видами спорта. И, конечно же, своих детей они будут тоже, наверное, приглашать туда, в ту секцию, которую они сами начали изначально заниматься. Насколько я понимаю, вы борьбой занимаетесь. А такой вот тоже какой-то другой вид спорта, экстремальный, попробовали бы? Ну, я уже посвятил свою жизнь борьбе и чего-либо менять не планирую. Еще мнение из зала. Меня зовут Анастасия. Я занимаюсь борьбой и являюсь чемпионкой Европы по универсальному бою. А по поводу экстрима, ну, я, конечно, не спорю, это очень интересно, но я бы не стала заниматься. А почему? Ну, наверное, я просто боюсь этим заниматься, это не мое. Но ведь есть же какие-то свои опасности в вашем виде спорта, которые вы преодолеваете? Ну, этот вид спорта, я к нему уже привыкла и я к нему подготовлена, поэтому это вот мой вид спорта, а другой я о нем ничего не знаю, поэтому я не буду им заниматься. Спасибо. По традиции, заключительное слово мы дадим нашим экспертам. Юрий, что скажете? Общий итог всей темы, главная мысль какая будет? Вы знаете, пока есть на планете горы, моря, пустыни, тундра, леса, наверное, будут люди, которые захотят посетить эти места, побывать там, испытать себя там. Это неизбежно, люди будут попадать в экстремальные ситуации и они будут в них находиться и что-то там искать. Но все же, что касается тех людей, которые осознанно попадают в экстремальную ситуацию. Ну вот хотелось бы, чтобы люди могли действительно делать осознанный выбор, заниматься им экстремальным спортом, зачем они это будут делать, что же они хотят там получить. Понимаете? И важно, чтобы действительно был какой-то выбор собственно человека, осознанный выбор. И хорошо бы, наверное, нам как-то подумать о том, как уберегать тех, кто не в состоянии сделать этот выбор, не может по каким-то причинам, либо, значит, вот не видит другого способа, как тебя применить, кроме как заявить таким образом. И заключительное слово тренера. Напутствие, может быть, какое-то? Напутствие только одно. Занимайтесь обязательно экстремальными видами спорта. Если вы будете заниматься ими осознанно, для вас это будет просто спорт. Если вы будете заниматься им очень плотно, то для вас это будет просто ваше времяпрепровождение. То есть общение с друзьями, с коллегами, с теми же самыми детьми, родителями и так далее. Чем больше вы времени этому посвящаете, тем больше он для вас открывает. На самом деле, экстрим, спорт, жизнь, не знаю, для кого что, для меня это жизнь. Спасибо. И, наконец, слово нашим героям. Какие-то рекомендации тем, кто, посмотрев нашу передачу, тоже решил повторить ваше деяние? Повторять наше деяние, наверное, посоветую только тем, кто к ним готов. А вообще, ну, почитая все отзывы, да, об этом ролике, о других роликах в интернете, ну, и вообще о других СМИ, тем, кто решил заняться экстремальными видами спорта, просто хотелось бы сказать, слушайте своего инструктора, выбирайте правильное снаряжение и рассчитывайте всегда свои силы. Если эти три фактора у вас совпадают, то все будет в порядке и вы будете старым, продвинутым экстремалом. Спасибо. Заключительное слово Елене. Я считаю, что если человеку нравится экстрим, если ему нравится чувство адреналина в крови, то он должен заниматься этим, он должен посвящать какие-то, ну, время своей жизни этому, но не стоит забывать о том, что это все-таки может привести к каким-то опасным последствиям. Надо, наверное, все-таки думать о том, к чему это все может привести, и поэтому думайте, кто вас может этому научить, как вам защитить себя, но адреналин экстрим делает жизнь яркой, и поэтому я думаю, если хотите заниматься экстримом, то надо. Ну что ж, сегодня мы услышали разные мнения о проблеме экстрима, но зачастую те, кто им занимается, не задумываются о последствиях. Конечно, всегда хочется, чтобы жизнь была яркой, насыщенной, незабываемыми впечатлениями, но стоит помнить о том, что шаг, который делается перед пропастью, может оказаться последним. Действительно грустно, что из-за роликов в интернете молодые люди прощаются с жизнью, ведь жизнь нельзя купить или отыграть заново. Сегодня вместе с нашими экспертами мы вскрыли тайны за семью печатями и нашли истинные причины того, почему молодых людей тянет на занятие экстремальным спортом. Важно, чтобы, посмотрев нашу передачу, они поняли, что самое главное это не наломать дров и уберечь себя от опасных последствий. Вы смотрели ток-шоу за семью печатями.